В дежурную часть пролетарского райотдела полиции заявлением о грабеже обратилась местная жительница. Пенсионерка рассказала о том, что малознакомый молодой человек похитил у нее документы и деньги в сумме 320 гривен. Потерпевшая сама впустила злоумышленника в дом, ведь ранее он за небольшое вознаграждение помогал ей с доставкой гуманитарной помощи. В этот раз мужчина решил потребовать деньги без предоставления каких-либо услуг, а не получив желаемого, просто отобрал у старушки кошелек и документы. Он говорит, еще давайте 20 рублей и я пронесу. А я говорю, я тебе не дам. Чего я тебе должна давать? Пронесешь? Я тебе дам. А я вам не верю, что вы мне отдадите. А я говорю, а я тебе не верю. А паспорт лежит на столе. Он, наверное, видел, когда я ему 10 рублей давала. Я не помню. И он поднимается, хватает этот паспорт со стола и уходит к двери. А я за ним. А он тогда возвращается, кошелек, хап, и побежал. Скрываться злоумышленнику удалось недолго. В течение нескольких часов он был задержан работниками патрульно-постовой службы совместно с участковыми инспекторами пролетарского райотдела полиции. Приблизительно в 15-20 поступил сигнал дежурного пролетарского райотдела. В ходе оперативных поисковых мероприятий по улице Большая Магистральная был возле дома номер 7, был выявлен неизвестный гражданин, у которого при себе оказался документ на имя Козловой. Пытался рассказать, что якобы нашел эти документы. Потом он нашел рассказать о том, что эти документы ему неизвестны в 100 новых карман. Соответственно, данный гражданин был наставлен в райотдел. «Главное, что паспорта целые. А так, ну куда, где брать?» Как установило следствие, с места преступления фигурант отправился в увеселительное заведение, где и потратил похищенные средства. Правда, сам он утверждает, что деньги взял в долг, который обязательно вернет. «Как? Она говорит, я тебя заплачаю. Говорю, если сразу, мне на дорогу надо. Выпивший был. Ну да, я взял в долг, деньги, но все равно заработаю и сразу пронесу». Обнаруженные при задержанном документы Раисы Ивановны и ее соседки, которая также наивно доверилась малознакомому человеку, были возвращены владельцам. «Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого по статье 183, часть 1, это открытое хищение чужого имущества. Максимальное наказание по данной статье – 4 года лишения свободы. Задержанный вину признают полностью, в соответствии он будет сотрудничать». «Раиса Ивановна, пожалуйста, это Ваш московский». «Спасибо Вам большое». «Александра Васильевна». «Спасибо, что Вы так откликнулись быстро». «Наша работа». Граждане, будьте бдительны, не доверяйте свое имущество малознакомым людям. Если Вы стали жертвой злоумышленников, обращайтесь в ближайшее отделение полиции, либо по телефону 102.